Первый номер готической сюиты французского композитора Леона Бейльмана – любимое произведение Екатерины. Французы давно покорили сердце музыкантки, которая родилась и выросла в Омске, училась в Казани, а теперь работает в Алтайской филармонии. Когда-то изучала фортепиано, но однажды влюбилась в мужскую харизму органа. И вообще орган, со слов Екатерины, очень похож на человека. Он очень реагирует на температуру, он очень реагирует на влажность помещения. Он как человек меняет свое настроение в зависимости от погоды. Каждый, конечно, индивидуальный инструмент. Но наш инструмент очень хороший, и это отмечают все приезжающие к нам музыканты, органисты. Среди поклонников органной музыки, конечно, больше женщин делится Екатерина. Ощущают удовлетворение от концерта, когда в зале аншлаг. Звучат долгие аплодисменты, и зрители остаются после выступления в зале, чтобы выразить свои чувства. Ко мне подходила молодая девушка. Они пришли как раз с семьей, с ребенком на концерт. И они очень переживали, что ребенок, поскольку маленький, он не сможет просидеть весь концерт. А ребенок не то что высидел спокойно этот концерт, ему понравился этот концерт, он потом не захотел уходить. Самый главный поклонник и критик Кати – мама. Девушка рада, когда ей удается приехать из Омска и послушать выступление дочери. Ближайшее 7 марта, накануне праздника. 8-го Катя будет уже далеко. На мастер-классе немецкого музыканта в Карелии. А вообще Екатерина училась у лучших в Казани и Санкт-Петербурге. Всегда с трепетом вспоминает своих педагогов, особенно Рубина Абдулина, в свое время ректора Казанской консерватории. Он, пожалуй, показал, как может звучать настоящий инструмент, потому что он великолепный мастер, великолепный органист. И он мне очень дал многое в жизни. Сейчас почти всю жизнь органистки занимает работа. Планов много в личной пока затишье. Но, как и любая женщина, она любит внимание и подарки. Особенно по праздникам. Знаете, меня в детстве когда-то очень тронул этот момент. Я помню, что маленькой мне папа всегда дарил тюльпаны в этот день. И где бы я сейчас ни находилась, я обязательно покупаю себе тюльпаны. Несмотря на то, что среди органистов больше женщин, некоторые произведения требуют большой мужской силы. Руки должны быть тренированы, чтобы сыграть многие произведения. И даже такое весеннее, фрагмент которого Катя подарила всем женщинам накануне 8 марта, мы тоже ощутили дыхание весны. Это, кстати, снова любимая органистка и француз Бейльман. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.